С высоты птичьего полета этот уютный уголок, расположившийся у подножия горы календарь, не сразу бросается в глаза. Не посвященному путешественнику, а уж тем более незнакомому с этими местами человеку, едва ли придет в голову, что когда-то здесь кипела жизнь, да и вообще, что она здесь есть. Но это так, я в этом убедился лично, волею судьбы побывав в гостях на пасеке у Алексея, ее гостеприимного хозяина и просто замечательного добродушного человека. Небольшой вагончик, оборудованный для жизни и быта самым необходимым, по сути является тем достаточным уровнем комфорта, более которого человеку не так уж и нужно. Есть где укрыться от зноя и непогоды, прилечь отдохнуть и приготовить пищу. Своеобразный прототип современного жилого модуля, в котором с комфортом расположились мы по приезду на пасеку. За кружечкой горячего чаю первым делом знакомимся друг с другом. Это наша первая и долгожданная встреча с Алексеем, которая, даст Бог, будет не последней. Алексей, среди друзей и знакомых известный как кержак, пчеловод или пасечник, с братом Евгением и сыном Мишей сегодня на один денек выбрались на пасеку, поработать с пчелами и уладить прочие дела по хозяйству. Первым делом мои новые друзья спешат проверить ульи с пчелами. За время отсутствия хозяина пасеки полосатые трудяги-медоносы каждый день наполняли рамки вкуснейшим медом, поэтому нужно открыть и проверить каждый улей. И при необходимости установить новую магазинную надставку с пустыми рамками, готовыми для заполнения. Пора активного медосбора уже на подходе, поэтому нужно следить, чтобы у пчел всегда было место для складирования нектара. В то время, пока Алексей с Евгением проверяют ульи, Миша с дымарем в руках стоит рядом. Дымарь, предназначенный для окуривания пчел с целью их усмирения, первый помощник пчеловода на пасеке. Пчелы – народ сплоченный, и в случае, если почувствуют опасность, одними разговорами их не успокоить. Магазинные надставки с пустыми рамками Алексей хранит в стареньком деревянном домике, который выполняет функцию омшанника. Домик этот стал своего рода камнем преткновения, из-за которого добродушному пчеловоду не удается на законных основаниях получить право собственности на этот земельный участок. Поэтому относительно недавно он приобрел еще один участок неподалеку, на всякий случай, туда мы отправимся немного позже. В омшаннике масса принадлежностей для пчеловодства. Знающий человек без труда определит функциональное назначение каждой вещи. Для меня же, как непросвещенного в медовых делах человека, практически каждый предмет вызывает массу вопросов, начиная от мешка с шишками и заканчивая стопкой не то подушек, не то одеял. Закончив работу на пасеке, прыгаем в минивэн Алексея и отправляемся на второй участок. По пути ребята знакомят меня с местностью, рассказывают, какими тропами и дорожками можно добраться до трассы. А это, пожалуй, единственный на всю округу источник питьевой воды. Родник облагородили своими силами местные жители. Кто-то, как Алексей, привозит питьевую воду с собой. Те же, кто живет здесь подолгу, пользуются водой из родника. Особо смелые пополняют запасы питьевой воды из реки. Он живет в Владимир Жданов, он в Белоусовке живет. Тоже пчеловод. Гена Вертолючек слева. Вскоре добираемся до второго участка. Давно заброшенный домик явно не в лучшем состоянии. И его новому хозяину еще предстоит столкнуться с выбором – восстанавливать дом, либо же отстраивать его заново. Внутри еще остались атрибуты из прошлого, которые будто машина времени переносит на несколько лет назад. В углу – старые иконы, со временем выцветшие, но не утратившие при этом своего смысла и значения. Одним словом, не дом, а музейный экспонат. «Признаюсь, находясь в нем, я на некоторое время даже потерял связь с реальностью. Если бы не рев бензопилы снаружи, то долго еще находился бы я в этом состоянии». Тем временем Алексей с Мишей и Евгением занялись расчисткой огорода от повалившегося дерева. Старая Ива, будучи не в силах противостоять ветрам и непогоде, завалилась в то место, где возделывали землю для культурных насаждений. Поэтому перед вспашкой земли нужно максимально расчистить огород от веток упавшего дерева. Дело непростое, но сообща, работа движется вперед. На пидстопах по обслуживанию бензопилы удается немного пообщаться с Алексеем. Общих тем для разговоров накопилось большое множество, а время беспощадно торопит стрелки часов, сокращая и без того короткий день. Хочется без спешки, никуда не торопясь, посидеть у ручья за кружечкой ароматного чаю и поговорить о тех событиях и вещах, что еще живы в памяти, а значит, неспроста. К слову, темы для разговоров здесь проявляются как-то сами собой. Близость к родным местам навевает разговоры о противостоянии бела и красных гвардейцев, о раскулачивании, в котором принимал активное участие прадед Алексея, о детстве и юности, которые прошли на пасеке. Коротко фамилия. Мало по малу часы кропотливой работы начали приносить свои плоды. Куча дров заметно увеличилась в размерах, а от огромной ивы осталась лишь нижняя часть ствола, да выкорчеванный из земли корень. Подуставшая от многочасовой работы бензопила прошла техобслуживание по замене цепи, а заодно и до заправки. Последний рывок и будем закругляться на сегодня. Отсняв достаточное количество кадров, присоединяюсь к ребятам. Вместе процесс пошел куда быстрее, а самое главное веселее. Несмотря на легкую усталость физическую, отчетливо ощущался прилив эмоциональной внутренней энергии. Не сговариваясь, каждый занялся конкретной задачей. Алексей работал бензопилой, я сортировал и раскладывал по разным кучкам дрова и ветви. А Евгений с Мишей относили эти кучки на свои места. Вот что значит коллективный труд и осознание значимости каждого участника. Пора возвращаться на пасеку. За несколько часов работы напомнило о себе чувство голода. Закрываем дом, загружаемся в минивэн и выдвигаемся в путь. Ребятам сегодня еще предстоит дорога домой. Я же с позволения добродушного хозяина остаюсь на пасеке до завтра. Очень хочется насладиться тишиной и спокойствием, подышать здешним воздухом и послушать, о чем расскажут мне эти места. После кружечки горячего чаю и душевной беседы Алексей с Евгением и Мишей собираются в обратный путь. Такое чувство, будто проведенное вместе с ребятами время, пролетело как одно мгновение. А еще, будто знаком с ними не один день, а гораздо дольше. Как это объяснить, я не знаю. Такие состояния не подвластны законам логики. За ними скрывается нечто другое. Нечто такое, что во все времена человек был не в силах объяснить, опираясь на фундаментальные знания и законы, но чему было иное толкование, не подвластное человеческому разуму. Провожаю ребят. Не прощаюсь, но говорю «до свидания» с полной уверенностью, что непременно встретимся вновь. С Алексеем у нас осталось очень много тем для разговоров, которые не раскрыть за одну встречу. Надеюсь, что возможность встретиться вновь у нас непременно появится. В оставшееся время решаю немного посвятить себя бытовым делам. До захода солнца у меня еще есть несколько часов, которые, знаю, точно пронесутся как одно мгновение. В это мгновение нужно успеть запечатлеть сочные краски заходящего солнца. Люблю вот так, не спеша и никуда не торопясь, заниматься делами, которые нам кажутся не особо-то и важными, второстепенными. Пробовали ли вы когда-нибудь получить удовольствие, скажем, от мытья посуды? Обычно на это занятие мы вообще не обращаем внимания, чаще делегируя его посудомоечным аппаратом, и считая, что глупо тратить свое время и силы на то, с чем справится современная техника. Вместе с тем, немногие задумаются, сколько этого самого сэкономленного времени они проводят в гаджетах, бесцельно прожигая свою и без того короткую жизнь. На последних часах заката отправляюсь прогуляться неподалеку от пасеки. Солнце раскрасило все вокруг в теплые красные тона. Будто заботливая мать, перед сном укрывающая свое чадо легким одеяльцем, природа укутала каждое деревце, каждый предмет неописуемой нежностью и заботой. Из печных труб повалил дым. Потихоньку воздух начал наполняться вечерней прохладой и свежестью. После жаркого дня такая перемена очень даже полезна и необходима. Какая же тишина и спокойствие царят вокруг. Мы всю жизнь гоняемся за благами в поисках лучшей жизни, а истинная благодать кроется вот в таких моментах и мгновениях. Они бесценны, поэтому ни за какие деньги мира их не приобрести. Сложность заключается в том, чтобы найти их, открыть для себя. Ведь окружающий нас мир есть не что иное, как отражение нашего внутреннего мира. Продолжение следует... Если спросить, как мне спалось этой ночью, без сомнения отвечу, как дома. Мысли о новом знакомстве, о новых местах, мимо которых я проезжал столько раз, даже не ведая, какая здесь красота и спокойствие, недолго занимали мои мысли накануне. Едва коснувшись головой подушки, я провалился в глубокий сон и, если бы не звон будильника поутру, проспал бы еще как минимум до обеда. Пасека киржака вместе со мной встречала новый день. Только-только начали просыпаться пчелы, будильником для которых, по всей видимости, является солнечный свет и определенная температура воздуха. Через пару часов тишина и спокойствие ульев сменятся загруженным трафиком этого пчелиного аэродрома. И так, всякий день. Разве что в дождливую и пасмурную погоду пчелки могут немного отдохнуть. Ароматный утренний чай бодрит и согревает. Неспеша, потягивая любимый напиток, обдумываю сегодняшний день. Первым делом завариваю в дорогу термос с чаем. Полагаю, нет необходимости объяснять, почему во все времена человек селился возле рек. Вода – не только источник жизни, но и необходимое условие для организации поселений. Так было во все времена, так остается и сегодня. В дополнение к утренней зарядке поливаю грядки с чесноком. «Какая связь между поливом огорода и зарядкой?» – спросите вы. На этой пасеке самое, что ни на есть прямая. Для того, чтобы раздобыть воду, нужно спуститься к реке, зачерпнуть пару ведер и принести их обратно. Не хватает разве что коромысла на плечи, как это практиковали в былые времена. Кто-то пытается качать воду с реки по трубам при помощи насоса. Иные протянули трубы от родника. Так или иначе, но отсутствие воды поблизости может стать, если не проблемой, то головной болью уж точно. Из плюсов, опять же, физические нагрузки, да, пожалуй, рациональное и бережное использование ресурсов, что дает нам матушка природа. Так уж мы с вами устроены, что ценить начинаем только то, что потеряли или имеем в дефиците. За приятными хлопотами время пролетело, как одно мгновение. Ближе к полудню начинаю собираться в обратный путь. В очередной раз мысленно благодарю хозяина этой пасеки, Алексея, за великолепную возможность с ним познакомиться и остановиться в гостях в этом замечательном месте. На память о нашей встрече оставляю подписанную вчера вечером фотографию, содержание которой ему без сомнения будет понятно. Закрываю вагончик, оборудованный для жизни и быта самым необходимым. Окидываю взором небольшую пасеку, уютно расположившуюся неподалеку от подножия календаря. И ставшую для меня в эти два дня не просто местом отдыха и ночлега, но чем-то гораздо большим. С высоты птичьего полета этот уютный уголок не сразу бросается в глаза. Непосвященному путешественнику едва ли придет в голову, что когда-то здесь кипела жизнь. Много таких мест, историй которых канули в лету вместе с самими поселениями, оставив о себе напоминания лишь на старых военных картах. Некоторые же, подобно этому поселку, живы и по сей день. По большей части благодаря пчеловодам-догородникам, которые стремятся в уединение подальше от людской суеты и мирских забот, находя, быть может, в таком одиночестве и отдалении нечто особенное и неподвластное пониманию большинства из нас. Этот одноименный, возвышающийся неподалеку вершине поселок Календарский заслуживает отдельной страницы повествования. Кто знает, быть может, когда-нибудь мой путь вновь приведет в эти места, чтобы поведать вам историю об этом поселке волею судьбы, сохранившемся до наших дней. Для одних ставшим уединенным уголком для жизни подальше от городской суеты, для других – плодородным местом для пчеловодства. Для меня – очередной ступенькой к новым открытиям и познанию своего внутреннего мира, который, будто изображение на воде, рисует нам мир внешний, нас окружающий. Продолжение следует... Продолжение следует...